Добрый день, глубоко уважаемый Борис Сергеевич, Елена Викторовна, спасибо большое за то, что предоставили возможность выступить, поделиться опытом своим участия в сопроводительном лечении онкологических пациентов. И свой доклад я хотел бы посвятить такому актуальному состоянию, встречающемуся у онкологических пациентов, как артериальная гипертензия. И ни для кого не секрет, что артериальная гипертензия является наиболее частым сердечно-сосудистым заболеванием и одним из наиболее частых сопутствующих заболеваний, в том числе и онкологических пациентов. И по современным данным, проводилось такое исследование СССР в Российской Федерации, в среднем у 44% взрослого населения встречается артериальная гипертензия. Кроме того, одна треть всех кардиоваскулярных осложнений системной противоопухолевой терапии составляют осложнения, связанные с артериальной гипертензией. И прежде чем перейти к изложению основного материала, я хотел бы немножко сказать об определенных классификационных моментах, что артериальная гипертензия подразделяется принципиально на два блока. Первый блок – это так называемая первичная или эссенциальная гипертензия, еще ее называют гипертонической болезнью. Это мультифакториальное заболевание, которое характеризуется повышением артериального давления без видимых причин. То есть, как правило, здесь имеет место наследственное предрасположенность и определенный фактор риска в конечном итоге приводит к устойчивому повышению артериального давления. И вторичная или симптоматическая артериальная гипертензия, которая связана с различными факторами, известными факторами, которые приводят к повышению артериального давления. И если мы говорим об онкологических заболеваниях, то прежде всего это поражение почек, первичный рак почки, метастазы в почке, паранеопластический синдром, когда происходит выброс крови большого количества вазоактивных веществ, которые повышают артериальное давление. Это нейроэндокринные опухоли, адренокартикальный рак, механизм действия здесь хож, поднимается давление в связи с повышением концентрации вазоактивных веществ. И еще один блок, который касается онкологических пациентов, это противоопухолевое лечение. Здесь мы видим, что на первом месте стоят препараты, ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия, который повышает артериальное давление. Также лакелирующие препараты могут повышать давление, винбластин, гемцитабин, лучевая терапия может повышать артериальное давление. Это происходит не сразу, а через какой-то промежуток времени. И мы видим, что препараты для сопроводительной терапии также могут повышать артериальное давление. И, как я уже говорил, что терапия препаратами, которые ингибируют фактор роста сосудистого эндотелия, артериальная гипертензия является одним из основных побочных эффектов. И мы видим, что у некоторых препаратов, ингибиторов тирозинкинас, частота встречаемости достигает 70%. Это актуальная тема. И какой же механизм возникновения артериальной гипертензии при терапии ингибиторами тирозинкинас? Здесь принципиально три точки приложения. Вот это воздействие на эндотелии сосудов, когда возникает определенный дисбаланс между вазоконстрикторами и вазодилетаторами. Второй механизм, вторая точка приложения – это воздействие на капиллярную сеть, когда происходит так называемое обеднение капиллярной сети и повышается системное сосудистое сопротивление. И третья точка приложения – это воздействие на почки. Происходит изменение натриуреза, что также приводит к повышению артериального давления. И когда Вы приняли решение о необходимости терапии ингибиторами фактора роста сосудистого эндотелия, что же надо сделать пациентам? Обязательно предварительное обследование, обязателен определенный перечень лабораторных, инструментальных исследований. Для чего все это делается? Для того, чтобы определить базовый риск пациента. И до прошлого года не было каких-то объективных способов для оценки кардиоваскулярного риска перед терапией препаратами, ингибирующими фактор роста сосудистого эндотелия. Появился такой документ Европейского общества кардиологов о базовой оценке кардиоваскулярного риска. И здесь имеются определенные такие чек-листы, где факторы риска сгруппированы по группам. Каждый фактор риска имеет свой вес. Это факторы очень высокого риска, высокого, среднего и низкого. И вот эти чек-листы я выделил красным цветом. Факторы высокого и очень высокого риска. Можно эти чек-листы использовать. Напротив каждого фактора риска ставится галочка. И вы видите, затем выводится интегральный риск пациента. И что это все обозначает? Это обозначает, что пациенты стратифицируются на группы. Пациенты низкого и среднего риска продолжают лечиться в прежнем режиме. Какого-то особого контроля они не требуют. А пациенты высокого риска и очень высокого риска им рекомендуется до начала противоопухолевой терапии посетить кардиолога, в идеале кардио-онколога, для того, чтобы вовремя начать лечение. И каков же алгоритм мониторинга? В течение первого цикла терапии необходим еженедельный мониторинг артериального давления. Если затем цифра артериального давления остается на целевых уровнях, необходим более редкий контроль, достаточен самоконтроль домашний. Где-то каждые 2-3 недели во время лечения. И очень важен момент, как же должна быть тактика ведения пациента в зависимости от уровня артериального давления. И согласно CTC первая и вторая степень осложнений она не требует. При остановке противоопухолевой терапии можно назначить в монорежиме лекарства и препараты антигипертензивные. При третьей степени осложнений показано назначение комбинированной терапии. И очень важный момент, что только при недостаточности комбинированной антигипертензивной терапии можно говорить об отмене или приостановке таргетной терапии. И соответственно четвертая степень желательных явлений это злокачественная резистентная артериальная гипертензия. И когда несмотря на многокомпонентную антигипертензивную терапию не удается достичь контроля над артериальным давлением. И тогда показана отмена противоопухолевой терапии и неотложные мероприятия. И если говорить в общем, то лечебная тактика при возникновении артериальной гипертензии при таргетной терапии она сводится к изменению образа жизни. Это общие рекомендации, изменение режима питания, ограничение употребления поваренной соли, увеличение физической активности, нормализация веса, отказ от курения и инициация или коррекция существующей антигипертензивной терапии. И целью является достижение уровня артериального давления менее 140-90 мм артутного столба, что опосредственно приводит к снижению сердечно-сосудистого риска, риска инфарктов, инсультов, внезапной сердечно-сосудистой смерти или сердечной недостаточности. И второй очень важный момент – это посредством снижения давления сохранение эффективной рекомендованной противоопухолевой терапии. И какие же препараты используются для лечения артериальной гипертензии? Это ингибиторы ангиотензин, превращающего фермента сортаны или блокаторы рецепторов ангиотензина, антагонисты кальция, диуретики и бета-адреноблокаторы. И какова же стратегия медикаментозной терапии? Первым шагом рекомендуется назначение сразу комбинированной терапии, либо ингибитора АПФ или сортана с блокатором кальциевых каналов или диуретиком. Если у пациента невысокие цифры артериального давления в пределах первой степени артериальной гипертензии, также если это пациенты низкого риска или ослабленные пожилые, пациенты, возможно, монотерапия. Если такая комбинация не позволяет достичь контроля над артериальным давлением, то рекомендована тройная комбинация сортан-ингибитором АПФ плюс блокатор кальциевых каналов и диуретик. И если у пациента развивается резистентная артериальная гипертензия, несмотря на тройную комбинацию, то необходимо добавить либо спиронолактон, другие диуретики. И таких пациентов рекомендуется все-таки отправлять к специалисту-кардиологу в специализированное учреждение. И для удобства я представил некоторые комбинации. Я считаю, что это оптимальный выбор для лечения пациентов. В настоящее время имеется достаточно много фиксированных комбинаций, которые можно использовать в рутинной практике. Имеются двойные комбинации, тройные комбинации. Все они доступны и могут использоваться для лечения артериальной гипертензии. И очень важен вопрос касаемо лечебной тактики при развитии неконтролируемой или осложненной гипертензии. Безусловно, необходимо приостановить противоопухолевое лечение. Пациента необходимо срочно осмотреть кардиологу для того, чтобы модифицировать антигипертензивную терапию. И вопрос о продолжении противоопухолевой терапии должен решаться индивидуально. Если это действительно была злокачественная артериальная гипертензия, то возможна полная отмена лекарственной противоопухолевой терапии. И очень важный вопрос, который всегда обсуждается, он всплывает. Кто же все-таки должен снижать давление онкологическому пациенту? И я представил такие выдержки из профессионального стандарта врача-онколога. Там есть такая графа, которая гласит о том, что предупреждать и коррегировать осложнение проводимой противоопухолевой терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями при проведении противоопухолевой терапии. Это в том числе и обязанность врача-онколога. Но все мы понимаем, что врач-онколог не один в поле войны. Мы ему, конечно, будем помогать в этом. И таким образом, кого необходимо отправить врачу-кардиологу, в идеале кардио-онкологу, это все-таки пациент высокого или очень высокого риска, когда этот риск был определен до начала противоопухолевой терапии, и резистентная или осложненная артериальная гипертензия, когда действительно необходимо участие врача-кардиолога. В остальных случаях в том числе и врач-онколог должен принимать и может принимать участие в лечении пациентов с артериальной гипертензией, которая обусловлена именно противоопухолевой терапией. Здесь действующие нормативные документы, рекомендации Европейского общества кардиологов, Американского колледжа кардиологов, ЭСМА, АСКО, который касается лечения артериальной гипертензии у онкологических пациентов. И хотел бы, заканчивая свое выступление, сформулировать основные выводы, что пациенты с онкологическими заболеваниями имеют высокий риск артериальной гипертензии. Артериальная гипертензия способна серьезно увеличить частоту возникновения значимых кардиоваскулярных осложнений. Необходимо точно измерять артериальное давление. Для этого существуют определенные правила. Безусловно, артериальная гипертензия, которая обусловлена противоопухолевой терапией, требует определенных подходов, знания патогенеза ее возникновения. И очень важный момент, что антигипертензивная терапия, нет таких данных, она не снижает эффективность противоопухолевой терапии. Спасибо.